Всем по привету, на связи SmokeFX и сегодня в этом видео я хочу провести торговлю на финансовом рынке с использованием объемного анализа. То есть я буду использовать SmokeFX X-Ray Volume, который проводит анализ не только лишь технический, а комплексный в общем и целом, плюс объемы. И хочу вам доказать и показать, что вот такая вот ситуация, когда ты обращаешь внимание на объемный анализ, может привести тебя к очень даже хорошим результатам. Поэтому давайте так и сделаем. В начале по старинке по одновалите сюда тех лайков, подписывайся на мой YouTube канал, ведь здесь все правда про трейдинг. В общем, полетели. Значит так, здесь у нас уже все выставлено, здесь мы будем с вами просто просматривать. Переходим в X-Ray Volume, обновляем списочек, добавилось валютных пар. Например, GBP-USD выбираю. Выбрал, идет анализ, анализ прошел, вверх от 4 минут. Я сразу открываюсь вверх на 4 минуты. GBP-USD, самое главное, чтобы процент был людской. Людской, 92%. Сюда 4 минуты на повышение. Сделка открыта, все перепроверим, вверх от 4 минут. Так, проценты хорошие. Ну все, давайте смотреть. GBP-USD. Так, заходим, выбираем. Давайте смотреть. GBP-USD. Как же у тебя-то уделом? GBP-USD. Область поддержки. Вот сюда ее подровняем. На повышение у нас происходит движение. Здесь у нас есть минимум ляпс, минимум чикс. Скопление объема, конечно же, здесь произошло. И вот такой вот потенциал у нас образовывается. То есть он в процессе образования. Есть несколько точек, до которых моя цена может здесь дойти. Номер 1, номер 2, номер 3. Дальше, что мне хочется отметить? Объем. Объем здесь сильный, объем хороший. Дивергенция. На дивергенции возможен откат. Но после этого отката снова схватится объем из вот этого диапазона и пойдет снова на повышение. То есть при всех раскладах абсолютно, вот какой бы расклад тут не был, он нам подходит. Понимаешь? Ну либо это сразу класснючее, классическое движение на повышение, либо небольшая коррекция, дополнительный вход и вообще все классно. Если вы смотрите множество моих разборов, я уверен, что вы обратили внимание на определенную тенденцию, что реально объемный анализ, то есть SmokeFX X-Ray Volume, он отрабатывает ну просто лучше всех. Это абсолютная правда, хотя SmokeFX Target должен был побить всевозможные рекорды, но Target оказался, как бы вам так сказать, к сожалению, люди ищут кнопку бабло, а Target он создан для людей, которые могут произвести свой собственный анализ графика. Здесь полноценный просто разброс во времени, здесь полноценный разбор графика, здесь тебе говорится, что откуда ты можешь вот прям диапазон входа в рынок по абсолютно разным котировкам, то есть несколько, есть выбор, сразу три скриншота по анализу, знаешь, и вот все в таком духе. Прикольно, классно, модно, стильно, молодежно, здесь такого нет, здесь грубо сразу тебе говорится актив, куда заходить и нужно применять свои знания. Это используют более такие профики, вот это абсолютная правда, профики, кто уже приловчился, а вот это, волюм, это подходит для людей, которые, ну, пока еще не профики, понимаешь, ну, пока еще они не на таком уровне, чтобы все делать, большую часть делать самостоятельно. Это, вот, я пытаюсь подобрать, как бы, для кого? Для всех новичков однозначно, ведь анализ нужно начинать с базы, база это объемы, объемы, объемный анализ, понимаешь? Поэтому SmokeFX X-Ray Volume, он больше для новичков, для тех, кто все еще не пришел к полностью автоматизированному, самостоятельному анализу, такому быстренькому, да? Потому что реагировать нужно быстро, если ты используешь Target. Во всех остальных случаях, вот здесь, это так, плавненько, у тебя есть диапазон, разные цели, откуда ты можешь открыться, диапазон по времени входа, здесь он четко тебе, чикс, лучшее время, все, да, да, нет, нет, и полетел. Но я показывал и там, как он себя отрабатывает, и там, я имею в виду, там, в предыдущих видосах, что Target также отрабатывает себя супер-пупер, в моменте это может быть просто. Тюбики могут это расценивать как кнопку бабло, но, ребят, давайте будем здравыми. Вот вам, пожалуйста, вход, прям настолько высоко-высоко улетела цена, что ни хрена себе, да? Цена улетела, и нельзя даже закрыть. Здесь это отлично видно, вот вам вход по объемам. Отличный вход, отличная отработка. Но, внимание, 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 у вас не получится просто вот так вот брать и копировать. Рано или поздно где-то что-то пойдет не в ту сторону, понимаешь? То есть не будет прям все супер всегда, ребята. Иногда перекрытия также случаются. Cut GPI вниз от 3 минут. От. Так, давайте Cut GPI 78. Ну, нормально, нормально. 3 минуты я поставил, 3 сотни баксов я запулил на понижение. Cut GPI. Сразу движение вверх. Это уже хорошо. Ну, для видео я имею в виду, это же отработки. Сразу у меня отмечена область. Это еще старый, старый уровень скопления, куда может произойти движение. Здесь супер-мега-классика. Общее движение, потенциал движения. Есть у нас область локальное сопротивление. Есть центральное, такое именно жирное. Жирный как поезд, пассажирный. На понижение, все на понижение. Хороший объем вниз присутствовал, присутствовал. Объем рос, рос. В моменте здесь словил объем, цена пошла на повышение. Небольшая дивергенция. Все это закрутилось и родилась вот эта вот свечка зеленого цвета. Может ли произойти рывок еще выше? Ну, давайте отметим раз и отметим два. Это первое скопление, которому цена может подойти. Ну, видишь, прям за 5 секунд какой рывок произошел. Будут давить ли продавцы прямо сейчас, либо это может перерасти в гиперкомпенсацию. Давайте смотреть. От 3 до 6 минут вход. Легко. Я зашел на 3 минуты. Давайте на 2 минуты поставил дополнительный вход. Поставлю на 1 минуту. Там же от 3 до 6. Давайте израсходовать это время я буду именно так. Вот все. Я зашел. Мы уже дошли до нижней границы. Есть еще средняя граница. Вот любой из этих границ, областей, горизонтальных линий могу и можно и нужно открываться в сторону на понижение. Так, а GPI сопровождаю я вместе с вами, с моими лучшими друзьями. Вниз, 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 вниз. Вниз, 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 вниз. Нет, не заколдовываю. Все нормально. Компенсация. Словился объем. Хорошее движение. Хороший объем. Но вот на старте рывочек не произошел. Еще выше. А почему? А почему? Вот уже происходит. Услышали меня. Подходим к следующей остановке. 1 минута. Тут нужно уже улавливать, ребятули мои, в случае импульса рывочка на повышение, улавливать нужно вход. Вход в рынок. Несколько областей. Все спокойно. Я просто наблюдаю. Хороший объем. Я не ожидал, что будет настолько хороший просто. Вот мы доходим. Здесь объем у нас не настолько хороший. Но это нужно еще успеть подловить моменты. Понимаешь? Здесь нет такого жесткого объема. Поэтому я жду. Придет еще выше. Вот сюда вот. Чуть выше. Либо на самую верхнюю границу. Дополнительный вход уже в действие. Давайте на 1 минуту. Дополнительный вход в рынок. И сделка открыта. Открываюсь, потому что не пошла. Она сразу на повышение выше, чем вот эта граница. Видишь? Если не полетела сразу, то вероятность того, что она полетит. Вот понял? Чем больше времени проходит, и она не летит, еще выше. Чем больше проходит, тем меньше вероятность, что она полетит. Здесь она не полетела сразу на открытии. Ни хрена там застыло. Это что-то стояло. Поэтому вот. Дополнительный вход. Смотрим. Не лети на повышение. Ладно. Песни петь не будем. Это свечки. Зачем? Просто жду на нормальную, адекватную отработку. Один пункт. Два пункта. Две секунды. Один пункт. Смотри, минус-минус. Но, ребят. Вы сами понимаете. Я человек такой, что мне нужно зарабатывать деньги. Так. Разворот. Импульс. Импульс. Нужен ниже. Ниже, ниже, ниже. Нужен импульс. Цена сразу не полетела на повышение. Но она не идет выше, чем эта граница. То есть здесь нужна точка входа. Время. Это на отработку импульса. Одна минута. Нет фиксации. Все. Закроется освещение определенности. Разворот. Движение по общему движению. На понижение. Вот так вот. Увеличиваю на максимум. Смотрим вместе с вами. Смотрим. Вместе. С вами. Не говорим гоп. Пока не получим все плюсы. Вот. Вот это уже можно сказать. Гоп. 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 Что это такое вообще? Двести восемьдесят. Одна тысяча на балике. Вот и отлично. Вот и подзаработал. Вот и зашел. Вот этого я и ждал. Все области были отмечены. Для всех тех, кто как обычно подумает, что это такое. Посмотрите. Все было отмечено. Везде была логика. Вот это движение на повышение. Я сразу сказал. Я не думал, что будет такой объем. Из-за этого объема данная свечка здесь и задержалась. Выше не пошла. Логика какая? Выше не идет. Чем больше не идет по времени она в сторону предыдущего импульса. Сечением времени вероятность дальнейшего движения по предыдущему объемному движению в сторону вверх уменьшалась пропорционально. Я это увидел. Зашел. Разница. Вы сами видели. Буквально там один-два пункта. То есть так дела не делаются. Ну а если уже так дела делаются, то давайте делать их с нормальными суммами. Вот я считаю, что нужно поступать именно так. И никак иначе. Ну я говорю про себя. Понимаешь? Я никому не навязываю свой взгляд на рынок, что вы должны брать и кидать в сделку по 3000 долларов. Да не кидайте сколько хотите. На своем примере я просто показываю, что смотри, оказывается можно. Понимаешь? Оказывается можно подзаработать. Можно зайти. Можно, чтобы все было шито-крыто в шоколаде и все в таком духе. Поэтому вот вам, пожалуйста, да. Реакция произошла. Все на достаточно уверенной ноте. И я хочу сейчас подчеркнуть. Вот смотрите. Тут факт, что здесь вход вниз. От трех до шести минут. И здесь у нас есть диапазон входа в рынок. Так вот. 960, 966. Просто чтобы всем все было понятно, я вот так вот уберу. Давайте отметим. 900. 960. Смотрите. 60. 966. Посмотрите, какой диапазон входа он изначально мне дал. Вот он. Видишь? И 951 также был. Вот. Диапазон. Я увеличу на максимум, чтобы ты понимал, что вот здесь разница. Смотри. Два пункта. Два пункта. Реакция моментально происходит. Ты понимаешь, что если дожидаться наилучших моментов, то это вообще. Риски сводятся к минимуму. И здесь вот очередная свечка. Открытие движения вниз. Вот я спецом чуть тут решил остаться на этой валютной паре, чтобы ты увидел, что да, да, движение вниз, дальше рывок тут ни хрена не произошел. И реально я тут заработал. Вот такие вот дела. Вот такие вот ситуации. В общем, я рад, что это все попадает на видео, что вы видите, что торговля с перекрытиями, она имеет место быть. Но при этом ты должен полностью понимать логику происходящего, понимать технический анализ и находить хороший момент для открытия. А когда разница в один пункт, ну, если в моем случае мне пришлось уже действовать таким образом, чтобы повышать сумму значительно, то в вашем случае это может быть вообще фатально. Поэтому, ребята, будьте максимально внимательны и аккуратны. Здесь вот видишь, все, все отлично, все по плану, потенциал, все. Просто заминка на сколько? На 2-3 минуты, понимаешь? И все. А так весь анализ целиком и полностью, как по мне, замечательно. Ну, а результат еще лучше. Как понять, братан, просто практиковаться. И все. Практика, практика и еще раз практика. Поэтому обязательно переходите вот по специальным условиям для всех новичков в чат-боты. Первая ссылка. Перешел, зашел и пошел, пошел ту практику практиковать. Все, давайте, братишки. На связи был SmokeFX. Всех обнял, приподнял по-братски. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok